Павел Сергеевич, сладится впечатление, что у разных министерств и розыгрышей разные приоритеты. У меня такое ощущение? И ни у кого нет приоритета роста. Есть одно министерство, которое называется Министерство экономического развития, которое всем объясняет, почему роста нет. И у него тоже этот КПА как бы не стоит. Хотя президент всем сказал, мы должны обеспечить темпы роста высших среднем мировых. Сегодня мы ушли далеко назад. Вот только что нам прогноз Всемирный банк дал по ВВП 1,2% в ближайшее время. Это далеко даже ниже, чем средние темпы роста развитых стран, а не только среднем мировые. Нет шансов. Сегодня нам президент сказал догонять Германию по ВВП, в смысле по ППС, по паритету покупательной способности. Мы сегодня теряем не только что пятый завоевывал, мы и шестое теряем. Потому что за нами с 5 с лишним процентов роста идет Индонезия, как локомотив с новыми реформами, модными проектами. Там у них приоритетами, которые выбраны у них в качестве основных. То есть такая современная подход к развитию экономики, промышленной политики. Мы же ничего практически не делаем. Сегодня стоял вопрос, дадут ли национальные проекты добавку к росту ВВП. Национальные проекты дадут добавку, но только за счет того, что они стимулируют спрос. Они увеличивают доходы населения, увеличивают спрос на услуги медицинские и прочее. Но если мы не создадим условия для роста предложения, то есть российского производства, производства российских товаров и услуг, то все это уйдет в импорт. Это будут не наши рабочие места, это будут рабочие места за рубежом. И тогда люди не будут получать деньги, опять будет падение доходов населения, то что не увеличение. Как вот в этом первом квартале у нас минус 2,3%. Это значит, что и спрос падает тоже. Поэтому в этом смысле национальные проекты хороши для поднятия общего уровня обеспеченности населения базовыми услугами, необходимыми услугами. Но с точки зрения развития экономики, ну практически ноль. Мы подсчитали, что максимум 1,6% на развитие экономики, ну Кудрин сегодня еще меньше цифры назвал, 1%. Но, в общем, сегодня нужен еще один нацпроект, который бы назывался развитие экономики. Там, по крайней мере, не сырьевого сектора развития экономики. У нас мы дорожную карту, я передал президенту, как мы это видим. Мы можем там дискутировать и обсуждать, но, по-моему, сегодня просто это никому не надо. Вот даже и обсуждать-то никому не надо. Но выход из этой ситуации какой? Пока не треснет хорошенько по голове? Ну, конечно, этого бы не хотелось. В прошлый раз, между прочим, треснуло, когда цены на нефть в 2014 году упали. Тогда и рубль провалился, и причем не из-за инфляции. То, что делал Центральный банк, это особая дискуссия в результате компенсировала. Все восстановилось. Вот когда все рухнуло, сразу понравилась стратегия. И нам президент дал поручение готовить стратегию. Кудрин, правительство начало что-то готовить. Хотя мы так и не знаем, что, потому что мы в результате не увидели этой стратегии. Но, опять же, цены на нефть пошли вверх. Опять они были высокими. И опять никому ничего не надо. Опять все забыли, что нужно выстраивать планы, как двигаться вперед. Все забыли, что необходимо диверсифицировать экономику, потому что нефть доходы приносит, и слава богу. При этом как-то не все не обращают внимания на то, что статистика. Мы уже о ней говорили о том, что падают доходы населения. Это вот сейчас первый квартал на 2,3%. А резервы у нас выросли на 40%. Государственные резервы. Государство-то у нас богатеет. Резервы растут, кроме этого. Профицит у нас бюджета рекордный за все время. При том, что экономика у нас не растет 0,5%. А доходы населения вообще падают. Поэтому, конечно, нужна нормальная, выверенная экономическая политика. Надо все мозги, которые у нас есть, направить одно – рост экономики, создание рабочих мест. Вот если это будет сделано, и у Центрального банка будет банком развития, и Минфином у нас будет Минфином развития, а не только концентрация ресурсов, то вот тогда все будет решено. Я просто хочу сказать еще про Минфин, что Минфин – это о том, как сегодня собирать деньги, класть их себе в загашник и ждать кризиса. Вот как же мы, вот вчера Силуанов сказал это, что же будет, если будет 40 долларов за баррель, что мы тогда будем делать без резервов? Но эти деньги все равно кончатся. Любая, любой загашник, любая… Без постоянной подпитки заканчиваются. Деньги, они заканчиваются. Сколько будет кризис длиться? Может быть, год, а может быть, десятки лет, бо низких цен на нефть. Так вот, надо сегодня произвести машинки, которые делают деньги. Каждый завод – это оборудование по производству денег. Добавленные стоимости – значит денег. Если у нас есть один завод, значит, мы обеспечили одну часть населения и эти риски кризиса сняли. Если у нас таких заводов тысячи по территории России, а у нас, кстати, минус 900 предприятий только за прошлый год, среднего бизнеса, так вот, тогда мы будем иметь постоянный приток денег, который нас выведет на нормальное, стабильное существование. Мы никогда не накопим резервов на все сотни лет вперед. Ну, кстати, тот же Суланов сказал, нам не нужна стабильность без роста доходов. Вот как в одной голове может это все умещать? Ну, как в одной голове. Но мы же знаем эту историю. Но, знаете, есть базовые принципы формирования управленческой команды. Это мы хорошо в бизнесе знаем. У нас никогда не может человек, отвечающий за казначейство, то есть, это даже не Минфин, это даже не финансовый директор, это казначей, который должен всегда собирать деньги. Не может одновременно быть ответственным за развитие. У развития должны быть другие мозги, они должны смотреть вперед. Для них важен результат, да, инвестит. Но они понимают, что надо деньги дать, чтобы потом получить эти деньги обратно с прибылью. У человека с финансовым мышлением этого никогда не будет. У него другая задача. Поэтому у него так мозги устроены. Поэтому нельзя эти две вещи совмещать в одном лице. А у нас второй раз. Кудрин, вице-премьер, ответственный за развитие экономики одновременно, руководитель Минфина. Опять мы повторяем ту же ошибку. Силуанов, человек, который типичный финансист, которого важно, вот чем больше денег у него под рукой, тем лучше. И не понимает, что такое рост экономики, да, и как его, что такое инвестиционный рост. Также и он сегодня, ну, мы наступаем на те же самые границы. То есть то, что было раньше при Кудрине, то же самое происходит сегодня. А торговая война между США и Китаем может спровоцировать далеко идущие последствия, мягко говоря, для эмерджин-меркс, для развивающихся рынков, в том числе и для России? Может быть, это встряхнет? Я имею в виду внутри. Я думаю, что последствием этой войны, для которой мы все с вами почувствуем, будет давление на рынок нефти. Потому что объемы производства в Китае неминуемо начнут падать. Я думаю, что то же самое будет происходить в Америке. И потребление энергетического сырья будет уменьшаться. А мы, как страна, по-прежнему целиком зависимы от нефти. Вот все хвалят Орешкин, что мы в меньшей степени зависимы от нефти, чем раньше. Не так. Мы больше зависимы от нефти. Просто у нас сокращение идет, и мы сегодня... Даже рост цен на нефть не приводит к росту экономики. То же самое, если нефть начинает немножко снижаться, то это уже в меньшей степени отражается на нашей экономике, потому что уже настолько структурные проблемы внутри... И это дается как за достижение. Это вот так перевернуться, и белое выдать за черное. Поэтому еще раз. Последствия войны Китая и США это давление на рынок нефти. В результате мы его очень сильно почувствуем. Любое снижение цены на нефть приводит к очень серьезным негативным последствиям на российскую экономику. Мы целиком нефтезависимы и газозависимы. Это энергозависимы от энергетического сырья, за страна. Спасибо.